Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Долматова, и в этом выпуске я расскажу вам о книге Джона Грина «Виноваты звезды». Джон Грин – американский писатель, актер, продюсер и преподаватель. Получив диплом по двум специальностям – англоведение и религиоведение, он полгода проработал в качестве начинающего священника при Национальной детской больнице в Огайо. Литературный дебют Джона Грина состоялся в 2005 году, когда он издал первый роман «В поисках Аляски». Эта книга получила ежегодную премию Американской библиотечной ассоциации и была названа лучшим литературным изданием для молодежи. Затем в 2006 году был издан второй роман «Многочисленные Екатерины», и в 2008 выходит в свет его книга «Бумажные города». В 2012 году Джон Грин издает роман «Виноваты звезды». Кстати, идея этого романа родилась еще во время его работы в больнице. «Мне бы занервничать. Сижу в машине со странным парнем, еду к нему домой, отчетливо ощущая, как мои никуда негодные легкие мешают вовремя предугадать полеты над сидением. Но Агастус так поразительно плохо вел машину, что ни о чем другом я думать не могла. Мы проехали примерно милю в таком вот молчании, когда он решил признаться. Я три раза завалил экзамен на права. Да не может быть!» Он засмеялся, кивая. «Я же не чувствую, насколько старый добрый протез давит на педаль, а с левой ноги водить не научился. Врачи говорят, большинство после ампутации водит без проблем, но не я. Пошел сдавать четвертый раз. Чувствую – фигня. Полумели впереди загорелся красный, а Агастус ударил под тормозом, бросив меня в треугольные объятия ремня безопасности. «Прости, видит Бог, я старался нежнее. Ну так вот в конце экзамена я уже не сомневался, что снова провалился, а инструктор говорит, манера вождения у вас неприятная, но, строго говоря, не опасная». «Не могу согласиться», – сказала я. «Похоже, тут имел место раковый бонус». Раковые бонусы – это поблажки или подарки, которые детям с онкологией достаются, а здоровым нет. Баскетбольные мячи с автографами чемпионов, свободная сдача домашних заданий без снижения за опоздание, незаслуженные водительские права и тому подобное. «Ага», – подтвердил Агастус, загорелся зеленый. «Я приготовилась к рывку», – Агастус ударил по газам. «Знаешь, а ведь для тех, кто не владеет ногами, выпускаются машины с ручным управлением», – сообщаю я. «Знаю», – согласился он. «Может, потом». Он вздохнул, словно не был уверен в существовании этого потом. А саркому сейчас успешно лечат. Ну, всякое бывает. Есть способы узнать приблизительную продолжительность жизни собеседника, не спрашивая напрямую. Я испробовала классический. «А в школу ты ходишь?» Как правило, родители забирают тебя из школы, если считают, что тебе каюк. «Да», – ответил он. «Норм-централ». «Правда, на год отстал, я в десятом». «А ты?» Меня посетило искушение солгать. Кому понравится ходячий труп? Но все же я сказал правду. «Нет, родители забрали три года назад». «Три года?» – изумление переспросил он. «Я в подробностях расписала историю своего чуда. В 13 лет у меня обнаружили рак щитовидки четвертой степени. Нам сказали случай некурабельный. Мне сделали операцию радикальное сечение клетчатки шеи, столь же приятную, как ее название. Потом курс облучения, потом химию против метастазов легких. Метастазы уменьшились, потом снова выросли. Мне тогда было 14. Легкие начали наполняться жидкостью. Я выглядела конкретным трупом. Кести, стопы отекли, кожа потрескалась, губы были постоянно синие. Появилось лекарство, которое позволяло чуть меньше ужасаться невозможности дышать. И мне лили его целыми литрами. Очень неприятно захлебываться раковым эксудатом, особенно после нескольких месяцев с этим катетером. В конце концов, я загремелась в понимании в отделении интенсивной терапии. Мама стояла на коленях рядом с койкой и повторяла. Ты готова, детка? Я говорила, да, готова. Отец повторял, что любит меня, и его голос почти не дрожал, потому что давно сел. А я повторяла, что тоже его люблю. И мы все держались за руки, и я не могла дышаться. И легкие работали на пределе. Я задыхалась и приподнималась на койке, стараясь найти положение, в котором они смогли бы наполниться воздухом. Мама говорила, что все окей, что со мной все окей и будет окей. А папа так старался сдерживать рыдание, что когда это ему не удавалось, он дергался всем телом, вызывая в палате маленькое землетрясение. Помню, я не хотела, чтобы меня будили. Все решили, что я пешком отправляюсь на тот свет. Но мой онколог доктор Мария смогла откачать жидкость из легких, и вскоре подействовали антибиотики, которые мне кололи от пневмонии. Очнувшись, я попала в одну из экспериментальных программ, которые в Раковой Республике известны тем, что не работают. Экспериментальное лекарство, которое мне давали, называлось фаланксифр. Его молекулам полагалось прикрепляться к раковым клеткам и замедлять их рост. 70% больных это лекарство не помогало, а мне помог. Опухоли в легких уменьшились и больше не росли. Ура! За последние полтора года метастазы практически не увеличились, оставив мне легкие, которые не способны толком дышать, но по прогнозам продержится неопределенный период времени с помощью подаваемого кислорода и ежедневного приема фаланксифра. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга просто великолепная. Прочла за два вечера, сейчас хожу под сильным впечатлением и ничего нового просто не могу взять в руки. Читать про подростков больных раком, конечно, очень тяжело, и в конце книги слезы было не остановить. Да, они больны, но не зациклили, на болезни, и хотят жить и любить, и борются за свою жизнь, за свою любовь, несмотря на страх. Очень увлекательные в книге рассуждения о жизни и отношениях между людьми с точки зрения этих детей, мудрых и мужественных, принимающих жизнь таковой, как она есть. Читайте, не пожалеете. Замечательная, пронзительная, щемящая, добрая книга. После прочтения я ощутила острую необходимость жить, радоваться, работать, учиться, узнавать, стремиться, любить. И обязательно в полную силу, на все 100%. Очень жизнеутверждающая история. Больные и приговоренные судьбой дети, но не бесхребетные, не слабохарактерные, не сломленные. Они ставят ультиматумы, борются за свое место под солнцем, влюбляются и горько потом расплачиваются за свои ошибки. Жаль, что не у каждого из них будет возможность учесть их и в будущем поступить иначе. Сколько мужества в них и терпения. А у них на руках нет главного козыря – времени. Эта книга оставила на моем сердце неизлечимую рану. Единственная книга, которая тронула меня настолько сильно, что я позволил себе пустить слезу. Мне кажется, после прочтения я настолько изменился и больше не хочу быть обычным подростком. Во мне зажглась некая искра и страсть к изучению чего-то нового. Именно эта книга научила меня ценить каждое мгновение своей жизни, не расстраиваться из-за неудач и не ждать от людей ничего, кроме сплошного разочарования. Разумеется, мое раковое чудо лишь купило мне немного времени. Сколько именно сказать никто не может. Но в разговоре с Агастусом я расписала перспективы с самыми розовыми красками, приукрасив масштаб чуда. «Значит, ты снова пойдешь в школу?» – подытожил он. «Вообще-то не пойду», – сказала я. «Я уже получила аттестат и учусь в нашем общинном колледже». «Студент», – как ему Агастус, вот чем объясняется аура учености. Он смеялся надо мной. Я шутливо пихнула его в плечо, ощутив прекрасные упругие мышцы. Подвеск покрышек мы свернули в переулок. Дом Остеров оказался первым слева двухэтажным в колониальном стиле. Мы ровком затормозили на подъездной дорожке. Я пошла с Агастусом дом. Деревянная табличка над дверью с гравировкой курсивом «Дом, там, где сердце» оказалась лишь началом. Подобными изречениями пестрел весь дом. Хороших друзей трудно сыскать и невозможно забыть, – заверяла настенная вешалка. «Настоящая любовь рождается в трудные времена», – говорила вышитая подушка в гостиной, обставленная антикварной мебелью. Агастус перехватил мой взгляд. «Родители называют их ободрениями», – пояснил он. «Они тут повсюду». Отец с матерью называли его Гасом. Они на кухне готовили энчелады. Мать клала на тортильи курятину, а отец их сворачивал и помещал в стеклянную форму для выпекания. Они не удивились моему приходу, что имело смысл. «Если Агастус дал мне почувствовать себя особенной, это не значит, что так оно и есть на самом деле. Может, он каждый день водит домой девушек смотреть фильмы и поднимать им настроение». «Это Хейзел Грейс», – представил он меня. «Просто Хейзел», – поправила я. «Как дела?» – спросил отец Гаса. Он был высоким, почти как Гас, и тощим. Мужчины в его возрасте редко такими бывают. «Окей», – ответила я. «Как там группа поддержки Айзека?» «Обалдеть», – саркастически отозвался Гас. «Ну ты вечно всем недоволен», – пожурила его мать. «Хейзел, а тебе там нравится?» Я помолчала, секунду решаю, как откалибровать ответ, чтобы понравиться Агастусу или его родителям. «Большинство участников очень отзывчивые», – произнесла я, наконец. «Именно такое отношение мы встретили в семьях мемориале, когда Гас там лежал», – поделился его отец. «Все были такими добрыми и сильными. В черные дни Господь посылает в нашу жизнь лучших людей». «Скорейте, дайте мне подушку и нитки. Эту фразу нужно вышить и сделать ободрением», – вскричал Агастус. Отцу это не понравилось, но Гас обнял его длинной рукой за шею и сказал. «Шучу, пап, я высоко ценю ваши ободрения. Признать это открыто мешает переходный возраст». Отец только сделал круглые глаза. «Поужинаешь с нами?» – спросила мама Гаса, миниатюрная брюнетка, похожая на мышку. «Наверное», – ответила я. «Только мне домой к десяти. И это, я не ем мясо. Нет проблем, сделаем несколько вегетарианских энчилат», – сказала она. «Так сильно любишь животных?» – поинтересовался Гас. «Просто хочу минимизировать число смертей, за которые несу ответственность», – пояснила я. Гаса открыл рот что-то ответить, но передумал. Паузу поспешил заполнить его мать. «Я считаю, это замечательно». Они немного поговорили о том, что сегодняшние энчилады – это фирменные блюда у отрасов, которые нельзя не попробовать. И они с мужем тоже требуют от Гаса приходить не позже десяти. И как они инстинктивно не доверяют людям, у которых дети приходят не в десять. И будь я в школе, она уже в колледже вставил Гас, и погода стоит совершенно необыкновенная для Марта, и весной все кажется первозданно новым, и они ни разу не спросили меня о кислородном баллоне или о диагнозе, что было необычно и приятно. «Мы с Хейзел посмотрим В, значит, вендетта. Хочу показать ей киношного двойника Наталии Портман, образца 2000 года». «Телевизор в гостиной к вашим услугам», – сказал его отец. «А почему не в подвале?» – отец засмеялся. «Еще чего, идите в гостиную». «Но я хочу показать Хейзел Грейс подвал», – настаивал Агастус. «Просто Хейзел», – поправила я. «Покажи просто Хейзел подвал», – согласился отец. «А потом поднимайтесь и смотрите свой фильм в гостиной». Агастус надул щеки, встал на ногу и покрутился, выбрасывая протез вперед. «Прекрасно», – пропормотал он. Я спустилась за ним по ступенькам с ковровой дорожкой в подвальное помещение и оказалась в огромной спальне. Полка, обегавшая комнату на уровне глаз, была уставлена баскетбольными призами. Больше десятка пластиковых, позолоченных статуэток мужчин в прыжке, ведущих мяч или делающих бросок в невидимую корзину. «Были на полке и подписанные мячи и кроссовки». «Я раньше в баскетбол играл», – объяснил Гасс. «Вижу, что очень успешно». «Да, в последних не ходил, но кроссовки и мячи – это все раковые бонусы». Он подошел к телевизору, где гора DVD и видеоигр отдельно напоминала пирамиду. И, нагнувшись, вытащил вендетту. В 2014 году роман экранизирует студию «21 век Фокс». «Виноваты звезды» – это история 16-летней девушки Хейзл, которая страдает от рака щитовидной железы. Родители заставляют ее посещать группу поддержки, потому что думают, что у нее депрессия. Там она знакомится со своим другом Агастасом. Это 17-летний юноша, который также страдает от тяжелого заболевания. Молодые люди очарованы друг другом и начинают сближаться. Однако девушка боится этого сближения, потому что не хочет оказаться гранатой, способной сдетонировать в любой момент и причинить боль. Все действия главных героев пронизаны страхом. Однако, несмотря на это, они жадно хотят жить, любить и верить в будущее. Найти эту книгу вы сможете в центре чтения нашей библиотеки. А если вы читали книгу «Виноваты звезды» Джона Грина, делитесь в комментариях. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин